Ты хочешь изменений, Роза? Я дам тебе изменения. Наногены, возможно, очень и очень малы, но их влияние огромное. Добро пожаловать в безумный научный мир доктора Кто. Все выживут, Роза! На этот раз! Все выживут! Доктор Кто. Конфиденциально. Первый сезон. Десятая серия. Странная наука. Доктор всегда был известен своим магическим влиянием, но за каждым трюком должно быть научное объяснение. Доктор Константин, так и не покинувший своих пациентов, послушайте, что бы ни было с ними в прошлом, вы, скорее всего, обнаружите, что они излечились. Просто скажите, что вы хороший доктор, не раздумайте сенсацию, хорошо? Доктор Константин. Миссис Харкурт, вы выглядите намного лучше. У меня выросла нога. Сейчас! Наноботы, которых мы видим в Докторе Кто, медицинские. Они вроде как часть медицинского оборудования больницы, и они созданы, чтобы лечить. Если порежешься, то они собираются, сшивают рану и чинят тебя. Они активируются, когда переборки запечатаны, проверяют твои травмы, исправляют любые физические дефекты. Идея о наногенах. Кажется, я что-то где-то такое читал. Запомнилось не очень хорошо, но я не искал, чтобы перечитать, ведь это Доктор Кто. А не съёмки документального фильма, можно просто всё выдумать, что звучало бы хотя бы отдалённо, правдоподобно, используя приблизительно подходящие слова. Наногены, субатомные роботы. Воздух здесь полон имя. Они только что восстановили три уровня твоей кожи. Скажи им спасибо. Забавно, что в Докторе Кто берёшь то, что происходит сейчас, и смотришь, что из этого будет в будущем. И все эти нанотехнологии, как говорят, они реально существуют. Действительно проводятся разработки. Даже принц Чарльз сказал, что они разрушат мир. Стивен в 10 серии как бы говорит, посмотрите, что случится, если нанотехнологии взбунтуются. Что здесь происходит, Доктор? Человеческая ДНК переписывается. Какой-то идиотизм. Что ты хочешь этим сказать? Не знаю, какой-то вирус превращает людей вот в эти штуки. Но зачем? В чём смысл? На острие науки Доктора Кто смотрится так же совершенное безумие. Очевидно, можно в любой момент упасть с неба, если Капитану Джеку случилась запасть на вас. Хорошо, я тебя поймал. Кто меня поймал? Кто меня поймал и вообще как? Я программирую твой спуск. Не дёргайся, если можно. И держи руки-ноги в поле света. Мой спуск? И можешь выключить свой мобильный. Нет, серьёзно, он создаёт помехи моим инструментам. Никто в это не поверит. Спасибо. Так-то лучше. Да, какое облегчение. Может, у Капитана Джека есть впечатляющие технические штуковины, но у Доктора имеется его психическое удостоверение. Его что? Психическое удостоверение говорит то, что... Что ты хочешь? Я помню. Извини. Не очень в стиле Спока, да? Ну, побудь хоть немного, как Спок. Это же тебя не убьёт. Удостоверение, которое Доктор носит с собой, совершенно бессмыслица. Вы слишком умны для меня. Нас предупреждали об этом на начальной подготовке. Это очень простая штука, как у полицейского, показывающего свой значок. Посмотрите, вот, видите, всё в порядке, видите? Доктор плюс один. Я Доктор, это Роза Тайлер, она мой плюс один. Всё нормально? Ну, разумеется. Я просто хотел что-то, что иногда помогало ему сказать, «Впустите меня». И его впускали, и ни у кого не было бы вопросов. А что бы он делал без своей звуковой отвертки? Просто немного подзарядить. Хочется, чтобы на его пути были злодеи. Хочется, чтобы у него был мотив. Хочется огромных препятствий, как на платформе один. Но закрытых дверей на его пути не хочется. Это самая бесполезная штука из всех. По-моему, её дизайн просто фантастичен. И в каком-то смысле она похожа на Тардис. Вот, если посмотреть сюда, довольно похоже на центральную колонну Тардис. И она как Тардис. Возможно, у неё те же возможности открывать замки. Мы рассмотрели сотни вариантов, представляющих различные наконечники и цветовые решения. И в итоге остановились на очень лаконичном дизайне. Фарфоровая основа, потрескавшаяся за столько лет. И нечто, что было инструментом доктора, который может делать всё, что угодно. И вызывает уважение, что он не сделал себе звуковую атомную бомбу, или звуковой автомат. Он сделал себе звуковую отвёртку. Кто сейчас пользуется звуковой отвёрткой? Я пользуюсь. Свет, кто смотрит на отвёртку и думает, могла бы быть она чуть больше звуковой? Что, тебе никогда не было скучно? Здесь должен быть выключатель. Никогда не проводил длинные ночи, никогда не вешал на весные шкафы? Если у вас это штуковина, думаю, можно неплохо повеселиться и использовать её для самых разных нужд. Вот, к примеру, Стивен Моффетт с её помощью восстановил колючую проволоку. Она открывает двери, разумеется. Она служит медицинским сканером. Диагноз? Обширные травмы головы в основном с левой стороны. Частичные повреждения грудной полости в основном справа. Думаю, всё это нормально, пока звуковая отвёртка не играет главную роль в сюжете. Ладно, он может функционировать как звуковой бластер, как звуковая пушка и встроенный звуковой дезинтегратор. Док, что у тебя? У меня звуковая... Не важно. Что ковины и прибамбасы, доктор и капитан Джек, ну во всё замешан секс. Во всё. Доктор и Джек конкурируют из-за Розы. Дезинтегратор! Пушка! Что? Звуковая! Абсолютно звуковая! Действует звуком! Звуковая что? Отвёртка! Во всех этих сценах доктору впервые угрожает другой мужчина, в плане завоевания внимания Розы. Может быть, нам следует найти его. И как ты собираешься это сделать? Легко. Воспользуюсь сканером поиска внеземных технологий. Наконец-то профессионал. Очевидно, но в то же время ненавязчиво подтекст этого сериала в том, что доктор безнадёжно влюблён в Розу и пытается произвести на неё впечатление. А потом появляется парень помоложе, посимпатичнее и с оружием покруче. И это его расстраивает. Но не всё ещё потеряно. Что у нас тут? У меня есть банан, а ты можешь при необходимости что-нибудь свинтить. Окно! Зарешёчина! Там гладкая стена, семь этажей. И ни одного выхода. Рассмотрение активов быстро закончилось. Где же ты его такого нашла? Доктор! Она падала с аэростата, а у меня есть невидимый космический корабль. У меня не было шансов. Я совершенно терпеть не могу, и мы более или менее выбрасываем его из сценария. Весь это технический лепет. С помощью небольших махинаций... Это что, технический термин махинации? Да, я был лучшим по махинациям. А ты? Нет, я провалила, сырбор. Можно немного повеселиться, допуская немного технической болтовни, но я предпочитаю обратить её в шутку. Вспомните седьмую серию, где медсестра вмонтировала нанотермитов в горло Адама, чтобы предотвратить тошноту. Меня сейчас тошнит. Специальное предложение. Мы одновременно установили тошноматик. Нанотермиты были помещены в твоё горло. В случае тошноты они замораживают выделение. Они замораживают выделение. От нанотермитов к наногенам и ночным съёмках на острове Барри. Видишь? Просто скорая помощь. Это скорая помощь? Трудно объяснить, она из другого мира. Можно сказать, я выучил урок, никогда не снимая двухсерийный сюжет, действие которого происходит во время бомбардировки в темноте, а съёмки в январе. Все выживут! Здорово! Важный день в Барри. На площадке три камеры, 26 зомби-статистов и большая съёмочная группа. Один из сложнейших съёмочных дней в производстве Доктора Кто. По сценарию действие происходит ночью во время бомбардировки. На самом деле выбора не было. На этой железнодорожной станции нашли бомбу, цилиндр. Цилиндр Чулы, найденный в 10 серии. Было немного трудновато снимать всё это. Чтобы показать, что бомбардировщики уже совсем близко, у нас сейчас будет два взрыва. Как будто две бомбы упали из немецкого самолёта. Приготовились, пожалуйста, приступим. Так что наша команда по спецэффектам приготовила два больших взрыва, а зомби будут идти вперёд. Мотор! Первый пошёл. Второй пошёл. Надеюсь, что все эти усилия будут видны на экране. Доктор, это бомба! У нас считанные секунды! Джек! Сколько лет тебе было пять лет назад? Пятнадцать? Шестнадцать? Достаточно, чтобы родить. Он ведь не твой брат. Она подходит сюда, а он стоит там и начинает делать так. Из-за его плеча ты видишь, что происходит с той волшебной пылью. Определённую роль в этих сериях играют наногены. И чтобы их воссоздать, у нас имеются интерактивные эффекты в виде осветительных приборов на площадке, которые показывают появление этих светящихся существ. Я твоя мамочка. Я всегда буду твоей мамочкой. Прости меня. Мне очень жаль. Мы должны очень чётко показать, когда именно появляется их рой. И мы могли показать это с помощью света. Потом The Mill создал... Кажется, это сгенерированные на компьютере частицы, частицы, которые двигаются. Ну же, маленькие умные наногены, разберитесь. Потом, когда эффект наложен, кажется, будто свет исходит от них, а в определённый момент исчезает. Видишь? Распознали ту же ДНК. Ну же, пусть это будет хороший день. Пусть он будет таким. С возвращением! 20 лет до поп-музыки. Тебе понравится. Снято. Людям интересен сюжет Доктора Кто с героями, с приключениями. Им никогда особо не была интересна научная сторона. Это не научная фантастика. Добро пожаловать в Тардис. Намного больше внутри. И это хорошо. Честно говоря, эта сфера не по части Доктора Кто, да и не могла бы быть ею, потому что вся концепция в том, что это история о человеке, который путешествует в будке, который больше внутри, чем снаружи, и путешествует в пространстве и времени. Роза, я только что вспомнил, что? Я умею танцевать. И все они жили долго и счастливо. Спасибо безумной науке, Доктора Кто. Релиз трекера 1001cinema.tv Текст читал Саня Белый.